Ученые из США произвели фурор в сфере медицины, ведь они провели вторую операцию по пересадке свиного сердца в человеческий организм. Причем операция прошла успешно. Человек, которому производилась пересадка, страдал серьезным заболеванием, при котором ему грозила полная остановка сердца. Эксперимент прошел удачно благодаря генетикам, которые модифицировали орган так, чтобы он подошел к иммунной системе пациента. В общей сложности ученые провели 10 манипуляций с органом перед тем, как провести хирургическое вмешательство. И сделали это верно. Ведь уже через день после операции пациент свободно дышал и даже шутил. При пересадке чужеродного органа есть всегда несколько проблем. Первое – это, конечно же, анатомическое несоответствие некоторое. Все-таки это животное сердце не совсем точно повторяет человеческое сердце. Второе – это, безусловно, проблемы иммунной совместимости тканей между собой. Эти проблемы до сих пор не решены, при том, что уже технически возможна трансплантация в данном случае свиного сердца человеку. В целом, экспериментальная пересадка органов стара как мир, но до сих пор актуальна. Например, булгаковское собачье сердце или чудовище Франкенштейна Мэри Шелли, написанное еще в XIX веке, практически предугадали нынешнюю ситуацию. И фантазийный мир уже стал реальным. Стоит отметить, что операция уже не первая. И в 2022 году те же ученые провели такую же операцию, но, увы, пациент прожил всего два месяца. Ученые объясняют это тем, что в том сердце нашли свино вирус, который помешал органу прижиться в чужеродной иммунной системе. На этот раз ученые учли прошлый опыт. Год назад в январе была выполнена подобная пересадка, но, к сожалению, на сроках около двух месяцев пациент все же погиб. И здесь сыграло несколько факторов. И первое – это возможно не полностью подавление иммунного ответа со стороны организма человека. Возможно, это какая-то инфекция, которая пришла с пересаженным сердцем от свиньи, цитомигаловирусная инфекция. Но здесь скорее мы находимся на определенной точке очень большого пути, в начале этого пути, в плане возможного применения животных органов у человека. Если вы знаете, даже у человека, допустим, резус отрицательной матери, вернее, у беременной плод резус положительной крови, это может привести к серьезным проблемам у матери в околородовой период. Кроме того, здесь приходится подавлять еще и гены, контролирующие рост органов, потому что свиньи имеют массу более 100 килограмм. И для того, чтобы не происходило дальнейшего роста пересаженного сердца, не происходило давление в грудной клетке, требовалось решить еще и эту задачу. Теперь с уверенностью можно сказать, что спустя несколько десятилетий наука придет к точному генетическому модифицированию чужеродных органов, а может даже и клонированию человеческих. И это навсегда может решить проблему нехватки трансплантантов на пересадку для нуждающихся людей. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универньюс.